Друзья, сегодня снова будут ответы на ваши вопросы касаемо кошелька Paypal. Почему вам не приходят заграничные платежи, решения и вообще основы на то, как он работает у нас в Украине и как сделать так, чтобы вы получили платеж. Добро пожаловать на канал AppleExpert, с вами Владимир. Ситуация в том, что для Украины совсем недавно, около полутора-двух месяцев назад, нам позволили все-таки создать эти кошельки и их использовать. Но мы их используем в качестве переводов между собой, то есть личный перевод внутри страны. Это точно так же работает для заграничных компаний, но с одним нюансом. И давайте же разберемся, каким. Те ответы, которые мы с вами ждали, я именно обращаюсь по тем вопросам, как это было у вас большинства. Я задал вопрос, самый простой, я не могу принимать платежи с другой стороны, в чем проблема? Здравствуйте, меня зовут такая-то. Я хочу сообщить, что вы можете принимать только личные переводы, отправленные через электронный адрес. Поэтому отправителю необходимо убедиться, что он выбирает правильный тип перевода. Я объясняю, что это будет за рекламу в Ютубе, то есть как бы якобы коммерческий перевод. Ответ. С помощью украинского PayPal нельзя принимать оплаты, то есть для украинских счетов. Не доступна функция по принятию коммерческих переводов, поэтому компания, вероятнее всего, не сможет передать вам личные средства. А я пишу, а частные переводы он сможет ли? Вы можете отправить личные коммерческие переводы, вам могут отправлять личные переводы только те, у которых эта функция доступна. Вот, в принципе, и сам ответ. Я написал техподдержку, столкнулся с той ситуацией, что действительно я выполнил условия одной компании на Ютубе, выполнил рекламу, а заплатить они не могут, потому что они пользуются именно корпоративным PayPal, не частным, и они не могут мне оплатить этот перевод. Выбивает ошибка, и все, якобы я не зарегистрирован. Но если это будет частный перевод, личный аккаунт, приватный, то вам, в принципе, могут оплатить точно так же, как и в моем случае. Если это корпоративный счет, то, к сожалению, не заплатят. Вот такая вот проблема, действительно, друзья. В принципе, в техподдержку я написал, дописался было то, что просто нет свободного оператора много дней, но все-таки нашел тот момент, где мне оператор все-таки отписался, объяснил причину. В принципе, это было предсказуемо, и вот как-то так. А что касаемо тех платежей, которые вам не приходят, а висят в истории, точно так же пишите в PayPal техподдержку, потому что система настроена так, что она автоматически на свое усмотрение могут задерживать платежи, а то и блокировать какие-то там у них алгоритмы непонятные. В любом случае, пишите в техподдержку, ищите время, и как бы в любом случае вам помогут. Главное, как говорится, двери открываются для тех, кто стучится. Поэтому вот так вот, друзья. Подписка на канал, оставьте ваш комментарий, делитесь с друзьями, близкими, знакомыми. Дальше больше. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok